Уважаемые друзья и наши ученики, мы проходим сейчас уникальный специальный тренинг по техникам мануального массажа и мануальной коррекции позвоночника. В данном случае мы уже протянули весь позвоночник, декомпрессировали его и теперь нам предстоит частный образ поработать с шеей. Как я вам говорил, в основном поясница и шея, где у нас два лордоза, они большей части идут на скручивания. Мы сейчас будем скручивать, но при этом одновременно и растягивать, продолжать декомпрессировать. Смотрите, вот простой метод, первый прием. Руки положены все-таки в бок, чтобы полностью расслабить шею, шейно-воротниковую зону. Вот это мы уже промяли и провибрировали. Если не хватает, можно еще дополнительно встряхнуть, раскручать и будем сейчас растягивать шею вперед со скручиванием. Для этого надо попросить голову повернуть чуть-чуть в бок, а именно даже не попросить, а попросить человека расслабиться, чтобы он нам не помогал, не подсказывал, не сопротивлялся, ничего не предугадал в наше движение. А мы ему правильно положим положить голову, кладем ее на скулу. Вот это будет момент поворота скула. Давить будем на самую верхнюю точку, против скулы, верхней через черепа, на растяжение и на скрутку одновременно. Для этого можем встать, умеючи, можем встать с любой стороны, хоть с этой стороны, хоть с этой стороны, хоть с торца. Я просто покажу. Противоположное плечо мы должны натянуть назад, как можно больше, а в этот, вот видите, вот она качается, поймать момент качения и растягивая, и по спирали сдвигаем голову вот туда. То есть получается в противоположную сторону у нас. Сдвигается, помните, как мы с поясницы делали тоже, в противоположную сторону. Две симметричные, две асимметричные спирали. Раскручивается, одна туда, другая туда. Противоположная сторона, реверс, реверс, да, то же самое. Ну, очень просто продемонстрировал с этой стороны. Шея не тянет, чуть-чуть, так глазом не упираешься. Нет. Вот еще перекладем чуть-чуть на скулу и после этого раз и тянем. Подкладываем тряпочки, чтобы не скользили. У человека есть сальная железа, да, естественно, там потение. Он может скользить. Тогда, чтобы не скользили или волосы, попробовали туда. Вот еще раз показываю с этой стороны. Захватываем за череп. Лучше все делать со стороны торца стола, потому что упор будет максимальным. Тут подкладываем под плечо и упираемся прямо в плечо. Корпус тела, смотрите, вот я уже растягиваю все, вот растянул. После этого добавляю момент качания, чувствую расслабление и резко в разные стороны. Стало, да, что-то. Есть небольшой нюанс, так, посмотрите, вот мы растянули, уже был хруст у некоторых, потом крутанули, под хрустелы и последний, первый, вернее, позвонок, последним нашим движением, атлант, мы ставим тем, что развернули чуть ладонь и крутанули теперь относительно этого позвонка, последнего. То есть, получается, три движения в одном. Растянули, два крутанули по спирали, и до конца еще довернули атлант. Дело в том, что атлант получается. Сейчас на нашем Василии Ивановичи показываю. В этом позвонок атлант, да? Если он свернут, он повернут относительно горизонтали, как будто основание черепа, да? Если вам видно, к сожалению, тут не гнется наш скелет. Но мы что сделали? Положили на скулу, на эту кусочку, да? Сначала растянули полностью позвоночник, да? Потом крутанули сюда, и потом отдельно атлант. Раз, поставили. Теперь, когда он повернет голову прямо, атлант вместе с ним вернется назад. Видите? Таким образом, один из самых приемов простых постановки атланта. Сразу скажу, не всегда получается. И не надо делать чрезмерно. То есть, если с первого раза у вас не было вообще никакого хруста, то не надо прямо врывать и сжать, да? Наши правила продохранения манального терапевта должны быть такие. Лучше не сделать на сто процентов, да? Лучше не доделать. И сделайте процентов на 80, на 70, да? Сколько можете. И только потом уже доводите до конца. Ну, соответственно, для симметрии покажу с противоположей стороны. Перевернули голову. Освободили вот это плечо, чтобы было подвижно. Сам пациент ничего не делает. Скажите им, чтоб ничего не делал. Мягко развернули голову. Ну, мягко это значит за черепу. Основание черепа взяли. Некоторые за горло берут, там вот бывают, да? Или там за глаз вот так. Ну, берегите своего подопечного. Вот развернули голову. Видите, рука все-таки тянет, еще череп придерживает. Вот я как-то схватил за череп, а ладони на самую верхнюю точку вот уперся. Сначала тяну за череп, потом поворачиваю, с скачиванием. Оттекающий маневр может попросить его плечо дополнительно расслабить. Ослабить, расслабить, расслабить плечо. Раз. Вот еще. Крутонолоз, да? Теперь чуть-чуть вот таки. Оп. И отлант. Отлично. Встал. Встал, да? Вот почувствовал. Отлично. Следующий прием. Можно продиагностировать человека, если он встанет на локте, встанет на локте, перпендикулярно столу, под плечами, да, вот так чуть поближе вверх. Вот так развернули руки, голову повесили. И мы можем прощупать, поскольку она свободно висит, вот расслабь, расслабь, она сама висит. Я ничего не делаю, даже нажимаю вот легонечко, да? Щупаю, во-первых, расположение остистых отростков. Пропальпировали для того, чтобы, ну, можно еще до грудного отдела. Для того, чтобы понять, что они у нас идут параллельно оси, да? То есть нету смещения в бок. Вот такого. Если оно есть, соответственно, мы будем его выставлять. Но мы не сможем иногда понять, если он сдвинутся, он может развернуться, понимаете, вот развернуться. И при этом еще и двинулся в ту сторону. То есть практически здесь кто на месте встал. А сбоку там сдвинут. Еще вот эти посеточные суставы, где вот они, позвонки, как раз садятся друг на друга. Они могут быть сдавлены. Для этого мы и атланты, атланты есть повернуты, да? Вот видите, вот достаточно большие боковые отростки. Его можно прощупать как раз вот за ушами, под ушами, вернее, да? Вот с этой стороны. Атлант и второй позвонок. Аксис. Итак, смотрите. Атлант вот здесь прям под ушами, да? Для этого ты голову расслабь, а мы просто чуть-чуть покачиваем, подкручиваем и проверяем, где торчит, симметрично или нет, слева-справа, слева-справа. Может просить у пациента симметрично у тебя боли слева-справа? Да. Вот я вот там чувствовал, он сейчас на месте стоит. Следующий позвонок, вот второй. Прокрутили, прощупали. Тоже симметрично, да? Симметрично. Следующим проверяем. Вот, симметрично. Следующий. Расслабили, потрясли, симметрично. Ну, тут уже, что-то бесполезно, но тоже можно проверить. Продолжая расслаблять голову, сам не крути, не крути, не крути, не крути. Теперь вот эти вот сжатия боковых отростков, да? Проверяем, если там артроз артрит, они будут болеть, если мы сожмем голову вот эту сторону и на них надавим. Ну, лучше это стоит делать, ну, можно и так. Не болит, да? Нет, чего это стоит, да? То есть поняли, что мы сделали, да? Мы растянули сюда шею, развернули и лежали вот так вот на них. На вот эти боковые отростки. Продавили, проверили. Не болит, значит все нормально, да? Потом на этих, в обратную сторону. Если нужно будет поставить их, да? Можем крутануть и с этой стороны. Вот это немножко. Седьмой позвонок. Да, седьмой. Ушел чуть-чуть влево повернут. Как понять, седьмой это или все-таки первый грудной? Вот первый грудной найдет. При подъеме он будет двигаться. Опускай. Еще раз поднимай. Опускай. Вот. Он входит туда-сюда. Давай поднимай. Все пускай. А вот этот? Поднимай голову. Опускай. А этот не ходит. Вот. Можем, значит смотрите, закрепить полностью всю его спину. И просто раскачав голову, повернуть его в милую сторону в противоположную. Так, напрягайся. Раскачали. Раскачали. Можно вот за череп. Крутануть вот так вот резко. Раз. Или, если противоположен сторону надо, да? То зажали с этой стороны. И крутанули сюда. Если нам надо его поставить в обратную сторону, да, то вспоминаете, мы должны растянуть с этой стороны, с противоположной, как у нас на рисунках, помните, было показано. А с той стороны нажать. Ну, как мы можем нажать? Вот так вот, да? Только спину надо закрепить как следует. А голову сам не держит, она падает. Я понимаю, она падает. Вот видите, она падает. А вот в момент пытаемся поймать вращение. Сами крутить вот туда, влево, в противоположную сторону. А давить буду соответственно. То есть, для чего я влево делаю? Чтобы растянуть в противоположную сторону, а давить сюда большим пальцем. Еще раз. Раз. Не, самой крути. Вот она падает. Падает. Раз. Не попали. Раз. Чуть-чуть было, да? Щелчок. Щелчок, да. Но на весу, конечно, это филигранная работа, это не каждый сможет сделать, поэтому ложись обратно. Руки в стороны свесили, поэтому можно поставить с этой стороны. Еще раз. Смотрите. Первый грудной позвонок и седьмой шейный, ну там до второго, до третьего грудного, да, может дойти тем, что с противоположной стороны, вот они сейчас разложены влево, да. С противоположной стороны мы расслабляем, расширяем максимально, да, а в ту сторону сжимаем и, соответственно, будем давить вот сюда. Как это можно сделать? Можно делать вот с этой стороны. Давим, соответственно, в верхнюю череп, в череп и верхнюю челюсть. Раз. Можно сделать с этой стороны. Вставили палец, да, достаточно сильно. Раскачали и вставили. Можно с этой стороны. Вставили палец в нужные позвонки, да, мы их нащупали предварительно. Растянули и вставили. Может сделать при повороте голову в другую сторону. Вот так, да. Но тогда она, видите, тут сжалась. Для этого еще раз. Плечу растянем. Головно поймем сюда. И, соответственно, давить будем в затылочную часть скручивания. Опять то же самое скручивание. В разных сторонах. Спиралевидная в противоположную сторону. Надавлю я теперь уже на позвонки. Таж один, таж два. Вот уперся. В данном случае костяшку пальца. Можно любой. Может эта косточка, эта косточка. Может большим пальцем. Где у вас больше силы, да, и точнее вы попадаете, тем местом вы давите. А голову в противоположную сторону буду давить. Вот еще раз показываю. Раскручиваю. Дохожу до преднапряжения. И потом резкий толчок. Выдох. Раз. И ставили. То же самое, в принципе, если я стою с этой стороны. Раз. Раз. Два. Вот. Даже у меня самого там всталось. На место. Вот. То есть, если вы просто понимаете, да, как этот вот механизм устроен. Если нам надо позвонок сдвинутый, да, или ротированный, поставить на место, мы должны ударом сделаться в него и вверх. То есть, примерно в продвигонале снизу вверх, да. А с предположенной стороны позвонки раздвинуть. Для того мы нагибаем шею. Для того мы с поясницей так же будем работать, когда мы до этого дойдем. Вот. А какой рукой действует, с какой стороны человека стоять, ну, в принципе, я могу стоять и отсюда и действует вот так. Это уже дело техники. Дело уже вашей сноровки, так как вы научились, да. Можете слева, справа стоять, либо с торца, либо рукой, либо правой делать, либо любым местом на руке, пальцем или запястьем, да. Это сейчас мы все отработаем на практике, на натуре, на наших пациентах. Вам придется знания и умения только через многократное повторение. Через многократное повторение в практике. Как говорил мой тибетский монах, учитель, каждый должен в этой жизни слепить свои первые тысячи пельменей. Пусть у вас получится неправильно, но рано или поздно вы научитесь, навостритесь так, что ваши пальчики будут суперчувствительные. Ну, а если вы насмотрите только по видео, то, к сожалению, вы ничего не научитесь. Приходите к нам на практику, приходите на тренинги в Академию Терезно-Ориентированных Практик. И там вы все это поймете, научитесь и узнаете. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на канал и ждите наших новых тренингов. Приходите. С вами был Олег Калав Гудвин.